С наступлением весны Приморский край становится мишенью не только для паводков и сезонной грязи. Лесной фонд региона ежегодно сталкивается с угрозой лесных пожаров, и иногда власти стараются предпринять превентивные действия. Так, 2 апреля особый противопожарный режим ввели в городском округе Уссурийска, а сегодня ситуацию поставили на контроль и в Кавалеровском районе. Соответствующую рекомендацию администрация Приморья выдает главам всех районов, где существует повышенная пожароопасность. О роли человека и природы в возникновении огненной напасти не раз дискутировали и видные приморские ученые, и некоторые считают нынешнюю ситуацию весьма нетипичной для края. Этот вот сезон нашего этого года, он усилен чем? Тем, что была очень засушливая осень, да, у нас практически там в августе не было больших дождей, в сентябре никакой большой циклон не пришел. Вот, была малоснежная зима, и сейчас у нас нету осадков. На эту же тему в конце марта этого года высказывался и главный синоптик края Борис Кубай. Руководитель Примгидромета тогда отметил, что таких резких колебаний по интенсивности осадков и температуре, как осенью 2017 и зимой 2018, не было уже как минимум 30 лет. Он напомнил, что именно прошлый год стал рекордсменом по количеству тайфунов, берущих начало в Тихом океане. Их было 27. Снежная ситуация в крае также настораживает метеорологов Приморья, как и ученых, защищающих и изучающих лес. Последний, к слову, уже не первый год изучает взаимосвязь климатических изменений с кризисом лесного фонда на Дальнем Востоке. Мы же видим общий тренд на увеличение температуры, да, и он длится уже больше, чем 120 лет. Вот то, что мы и предсказывали, случилось. У нас сейчас весной серьезная пожарная опасность, вплоть до того, что мы можем столкнуться даже с верховыми пожарами. То, о чем упомянула Ольга Ухваткина, одно из самых страшных явлений в череде огненных бедствий. Так называемые верховые пожары обитают в кронах деревьев и при попутном ветре могут распространяться со скоростью в несколько десятков метров в секунду. Очень страшные вещи, которые последний раз у нас повторялись в начале 20 века. Я не думаю, что в этом году мы дойдем до этого, посмотрим, какое будет течение этого сезона, да. Но это то, чего стоит бояться, потому что сейчас сил для того, чтобы потушить такой пожар у нас нет просто в крае. Кроме того, ученая с многолетним опытом опровергла популярное в народе заблуждение, связанное с пожарами. Среди населения принято считать за правду, что если выжечь поля, папоротник будет лучше на них расти. Но надо понимать, что если вы первый раз так сделали, да, допустим, за последние 100 лет, да, он освободится от верхнего полога, ему ничто мешать не будет, он будет расти. Но если это случилось, получается, уже десятый раз за 10 лет или вообще два раза на сезон, то все корешки, все мелкие червячки, там, жучки, все, получается, полезные вещества, все выгорает. Только за сутки в регионах Дальнего Востока вспыхнуло свыше 20 новых лесных пожаров. Их площадь увеличилась на 20 тысяч гектаров. В Приморье с утра четверга пожарные работают на 11 очагах в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе. Восьмой канал продолжает следить за огненной ситуацией в крае. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.